Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Владимир Путин отметил успешный экономический рост Армении. Странам Евразийского экономического союза будет сложно угнаться за Арменией, особенно учитывая рост ВВП, который составил свыше 12%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По словам Владимира Путина, страны ЕС будут совместно стремиться к тому, чтобы в рамках объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития. За Арменией нам будет сложно угнаться. Сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий серьезный показатель, отметил российский лидер. Ранее президент России, сославшись на слова президента Казахстана Касыма Жамар Татакаева, согласился с тем, что в ЕС главным бенефицаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Замглавы МИД России отметил, что договор между Ереваном и Баку должен опираться на устойчивые долгосрочные решения. Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные устойчивые решения. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он отметил, что с учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению. Баку и Ереван сами решат, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый надежный мир для своих народов, добавил замглавы МИД России. Он напомнил, что Россия всемирно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Галузин уверен, что эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года. Сергей Шойгу заявил о важности участия Армении в учениях УДКБ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках УДКБ. Армения – член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках УДКБ. Отметим в заседании Совета министров обороны УДКБ в Минске от Армении принимает участие представитель оборонного ведомства страны в объединенном штабе организации Артак Тонаян. Ранее министр Армении Никол Пашнян на пресс-конференции 22 мая в Ереване отметил, что вопрос участия в военных учениях УДКБ «Нерушимое братство» в Кыргызстане находится на стадии обсуждения. Эти учения должны были пройти в Армении, но Никол Пашнян в январе заявил о нецелесообразности их проведения в стране. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok